Премьерой новой программы открыл сезон оркестр русских народных инструментов под руководством Владимира Турченко. Горожане любят и всегда тепло воспринимают встречи с коллективом. Каждое его выступление становится важным событием в культурной жизни города. В эти дни руководителю оркестра, заслуженному деятелю искусств Российской Федерации, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан исполнилось 70 лет, 50 из которых он посвятил искусству. 2 ноября в филиале РЦНТ «Дуслык» состоялся творческий вечер, посвященный юбилею маэстро. На концерт пришли истинные ценители живой музыки. Мне нравится их репертуар, нравится исполнение, потому что приезжала и уфимская филармония, и я считаю, что здесь на очень высоком уровне высокие профессионалы исполняют эту музыку, и она нам знакома из кинофильмов, оперы, опереты, кто может сравниться с Матильдой моей. Все это прекрасно и создает атмосферу праздника. Мы первый раз, во-первых, пришли, но мы слышали, в прошлом году приезжали они, по-моему, позапрошлом. Очень хорошие отзывы, поэтому решили прийти посмотреть самим. Я поступила на Домбру, и я пришла сюда, чтобы услышать, как играет мой учитель. Он меня учит на Домбру, специальность такая. В репертуаре произведения русской и мировой классики, народные песни, а также их современная обработка. Задорные, плясовые или всем знакомые произведения из кинофильмов звучали особенно ярко в исполнении двух коллективов. На сцене своим мастерством восхищали оркестры русских народных инструментов, города Кумертау и Стерлитамак. Музыканты продемонстрировали слаженность, которая, безусловно, является заслугой руководителя коллективов. Именно легкий взмах дирижерской палочки объединяет звук каждого инструмента в одно оригинальное произведение. Яркие краски в программу добавили выступления Ирины Варламовой, а также солистов Стерлитамакского театрально-концертного объединения. Кульминацией праздничной программы стало солирование Владимира Турченко. В этот вечер поздравить с Владимира Ивановича с замечательными событиями пришли его коллеги, ученики, друзья. С теплыми пожеланиями дальнейших творческих успехов обратилась директор управления культуры Татьяна Лихачева. От имени главы администрации города поздравительный адрес передала его заместитель Наталья Лапшина. Ваше имя и имя вашего коллектива, нашего оркестра, конечно же, навсегда вписано в странице истории нашего города. И оно символизирует собой целую эпоху развития культуры в нашем городе. Мы восхищаемся вашим талантом, который заслуживает и восхищение, и уважение. Концерт стал праздником и для слушателей, и для исполнителей. Произведения в исполнении музыканта вызывали разные чувства. Радость и грусть, веселье и ностальгию. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ За каждое выступление зрители благодарили оркестрантов искренними аплодисментами. По завершении концерта в интервью Владимир Иванович признался, всё получилось так, как было задумано. Я не случайно собрал два оркестра в этот день, потому что показать городу Стрель-Тамака и Кумертау, что это значит, что это значит, оркестр такой цельный, мобильный, большой, это впервые прозвучало, и на мой взгляд, это удалось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!